Привет, друзья! Салян Дуслар! В прошлом выпуске моего телевидения по пятницам я остановился на том, что у Рената Ибрагимова вышла в продажу маленькая грамм-пластинка с моими самыми первыми песнями на стихи Андрея Дементьева и Онегина Гжекасимова. Ну, прежде чем начать воспоминания свои иначе, давайте посмотрим вот этот клип. Прекрасная осень Прекрасная осень Прекрасная осень Прекрасная осень Прекрасная осень Прекрасная осень Дом ó Прекрасная осень Салян Прекрасная осень ПЕСНЯ И знаете, вот эта песня «Наш город», музыку написал Раймонд Паулс, эту песню очень часто показывали в то время по телевидению. Собственно, я её тоже впервые увидел, вот увидел Рената именно по этой песне. Эта песня стала у Рената джинглом, ну то есть самой популярной его песней, по которой его узнавали на концертах, и с этой песней он, как правило, начинал все свои концерты. Так что ваш покорный слуга знал её практически наизусть и делал аранжировки в своё время. Ну, там у него было очень много разных аранжировок, и это видно, в общем, вот из этого клипа. И вот наступил 1981 год. Год наступил с очень плохого известия для меня. Значит, в январе скончался мой отец. И я немедленно вылетел в Бугульму, там на автобусе доехал до того места, где отец жил в последнее время. Он не жил с моей матерью. Вот. Это посёлок Октюбинский, это примерно на середине пути между Бугульмой и Казанью. Ну, и там печальные дни, все это понимают, всё это у многих так и проходит. И вот где-то уже 15-го, наверное, января, примерно так, по моим воспоминаниям, я отец 13-го умер. Ну, спустя где-то 2-3 дня, наверное, я решил ехать до Казани и оттуда поезд в Москву. Единственное, что я взял у отца, это его тальянку, гармонь. Отец прекрасно играл на гармошке. Вы знаете, просто замечательно. Я вспоминаю примерно как, вот так, на слух. Сам я так, конечно, не умею. И, вы знаете, инструмент оказался замечательный. Почему? Потому что спустя уже 10 лет, это уже был 91-й год, я на этой итальянке прекрасно выступал в своём ансамбле «Байрам». Вот посмотрите фотографию, наверху, значит, вот этот инструмент вместе со мной. Вот слева от меня, вернее, справа от меня Тимур Тайеров, москвич тоже, мы из Москвы оба. А внизу вот это трое ребят, значит, Хания, там и ещё двое. Вот эти двое, пацаны я их называл, я их последний год только взял на работу, они работали всего один год, Хания больше два года. И вот эти трое, знаете, на самом последнем этапе они меня предали со страшной силой. Я написал об этом в своих заметках, значит, вот зайдёте на мою страницу статьи, прочитайте внимательно, неприятно мне было, но это история, это история, и там всё правда. Почитайте, те, кто не знает. Вот, значит, ну об этом бог с ним, об этом я не хочу даже вспоминать. Вот, и значит, я приехал в Казань автобусом, тут же сразу купил билет на поезд, оставалось много времени ещё у меня, и был телефон Рената, я ему позвонил. Вот, говорю, так и так, значит, у меня горе такое вот случилось. А Ренат говорит, вот, да ты что, давай ко мне, немедленно, давай, быстро. Вот, дал мне адрес, значит, я сел на такси, доехал, вот, он меня с порога встретил, давай-давай, заходи, заходи, заходи. Вот, значит, уютное квартира, у меня небольшая, улица Солдатская, значит, и двое девочек старше, Света постарше, Светлана, а младшенькая там она была, Верочка, я как сейчас помню, совсем маленькая девочка, там 2-3 года, наверное. Вот, Тамара очень приветливая, скромная такая. Вот, и, значит, зашли, он мне показал, там на стене висели такие картины. Ну, я не очень хорошо разбираюсь в живописи, поскольку-поскольку, вот, но они такие в модерновом стиле. Ренат мне рассказывал, вот это я там написал эту картину, вот это, то, всё маслом, никакой акварели. Вот, и, ну, они мне показались немножко странными, честно говоря. Вот, не в моём вкусе. Тем не менее, значит, он мне вот сказал, что я-то вообще-то художником очень хотел быть. И действительно, у него был друг старший, значит, по-моему, его звали Ильдар. Мы несколько раз встречались, ездили на озеро, там, на пикник. И потом приезжали к нему на квартиру, он с женой очень, значит, по-доброму нас встречал, гостеприимно. Мы сидели у него. Вот, Ильдар, вот, ну, не помню фамилию, он там был в союзе художников Татарстана. Вот, ну, значит, показал мне эти картины, а потом, говорит, ну, сейчас достал, значит, рукой за пианино залез, за заднюю стенку достал бутылку. Я прочитал, написано, спирт. Ну, я говорю, Ренальд, это я сейчас улыбаюсь, тогда не до смеха было, поверьте. Вот, в трауре. Ну, ладно, значит, засели. И это, говорит, я привожу, когда в Сибирь, езжу на гастроли, значит, привожу. В Москве такого не купишь нигде. Ну, действительно, спирт, питьевой спирт. Вот, и засели на кухне, и начали, значит, о всяком, о разном. Там и отцов помянули, значит, и там у Рената ведь тоже он военнослужащий был. И вообще Ренат-то не в Казани родился. Многие этого даже не знают. Он родился на Украине, во Львове. До трёх лет он там жил, а потом уже переехал в Казань. Вот. Ну, и так вот просидели до поезда. Ренат отвёз меня, значит, на вокзал, проводил. Всё, значит, всё как положено. Вот. И вот так вот я вернулся в Москву. Вот такое нехорошее для меня было событие. Это вот начало 81-го года. И вот, вы знаете, в предыдущем выпуске я как-то сказал, что Ренат как бы дал мне такое вот пожелание. Он не знал в Москве бань вообще никаких. Вот. А я был любитель париться. Ездил, я знал практически самые такие хорошие бани. И в 80-м, вот где-то, наверное, весной, он с руководителем ансамбля вот этого, Орфей, его звали Рафаэль, значит, они ко мне приехали и попросили там какую-то баню, допустим, показать там. Ну, я не помню сейчас, какой мы парились. Я помню сам момент. Вы знаете, скорее всего, наверное, это были астраханские бани, потому что я часто, я там неподалёку жил оттуда. Вот. И, значит, мы поехали втроём. Ну, во-первых, мне, конечно, не понравилось, вот этот Рафаэль, он отвлекал, он на себя внимание привлекал в том плане, что они любили играть в нарды. Они взяли туда с собой нарды и вот сидят, значит, играют в простынях. А у меня другое, мне попариться хотелось. Я говорю, Ренат, пошли. Вот, значит, заходим. Я потихоньку набрасываю. Набрасываю, набрасываю. Я любитель вообще-то. Смотрю, два ушло, потом трое убежало. А Ренат на середине стоит и смотрит, выпущу, он у меня глазища, здоровый, и смотрит, думает, что сейчас будет. А я набрасываю, набрасываю. Набросал, и почти никого нет наверху. Может, один мужик там остался. Мы поднимаемся наверх. Сесть на лавке невозможно. Присели. Вот. И я, значит, ему... Цветы роняют лепестки на песок. А он... Никто не знает, как мой путь одинок. Петь не стал. Значит, так смешно. Я до сих пор вспоминаю. Значит, уши красные, значит, сидим, потеем. Сильного пара, я помню, кинул. Постарался. Значит. Он, наверное, никогда так не парился. Вот, значит, выходим оттуда, из этой парилки. А мужики... Ну вот, вот вы что тут это? Нам мешаете париться там. А мы в бассейн с ним. В бассейн ныряем. Значит, вода холодная. Ну, это ещё не лето было. Значит, ныряем в воду. Я говорю, давай, кто кого пересидит. Значит, под воду уходим. Значит. И вот вы знаете, мы несколько раз так делали. Никогда я не мог его пересидеть. Ну, очень крепкий организм, я понял, лёгкий. И, значит, я выныриваю, как пробка, а он ещё там сидит. Значит, под водой. Вот такие воспоминания, знаете, очень тёплые на этот счёт. Вспоминают. И так несколько раз было. Потому что он регулярно, как в Москву не приедет, он всё мне звонит, говорит, ну, чё, в баню сходим или нет? Я говорю, ну, давай, сходим. Потом я, он сам открыл баню. Оказывается, там, где он останавливался, у Гали Гончаровой, это Машков переулок, там тоже бани были машковские. Вот. И однажды мы туда тоже ходили. Но они мне не очень понравились. Вот, пожалуй, самые лучшие, астраханские. И уже буквально, когда Ренат, вот, перед тем, как он скончался, за недели, за две, наверное, мы с ним долго беседовали, разговаривали, и он меня всё приглашал в эти астраханские бани. А сейчас я уже стараюсь не ездить, потому что у меня свои, во-первых, бани. А во-вторых, бани сейчас в Москве хуже стали. Намного хуже. Там в основном пенсионеры ходят, и как-то не хочется это всё видеть. Как-то это у меня такое удручающее впечатление стало производить. Поэтому я уже практически в баню не хожу. Только в свои. Ну вот, сегодня передача вот таким воспоминаниям посвящена. Дальше пойдут уже другие. Так что я с большим удовольствием отмечаю то, что вы это всё-таки как-то смотрите, не пропускаете. Подписывайтесь обязательно. Это очень важно для меня, чтобы было больше людей. И так нам будет просто интереснее жить. Ну и что, самое главное, здоровья всем пожелаю. И не унывать, не унывать. Жизнь продолжается. Итак, всего вам хорошего. Салма у вас. Увидимся в следующую пятницу. Всего хорошего. Салма у вас.